здравствуйте товарищи единомышленники и те кто намерен ими стать тема конференции сегодня этикет в тренажерном зале рассмотрим самое самое интересное самая часто встречающиеся ситуации которая в которой можно попадать в которых нельзя попадать в которые лучше не попадать и как нужно поступать данных ситуациях потому что тема очень важная вторая по важности после третьей мировой войны вначале отвечу на вопросы ваши дальше будем развивать тему итак вопрос пошел так что-то не вижу вопросов много текста не вижу вопросов если задаете вопрос то пишите в конце вопросительный знак так его мир запись видеоконференции будет что делать с кашлем кашлей хочешь кашлять кашлей не переживай легкие не выкашлишь останутся выкашлишь все лишнее перестанешь кашлять ныряй в горячую ванну и сварись там потом ныряй под одеяло а потом ныряй в холодную ванну съешь лимон и будешь не кашлять как приседать на одной ноге берешь приседаешь садишься становишься ногой на табуретку ногой на которой ты собираешься приседать или на какую-то возвышенную плоскость так удобнее и приседаешь приседаешь и выпрямляешь сгибаешь ногу на которой приседаешь разгибаешь так происходит приседание микроволновку не использую и лучше кстати и не использовать почему расскажу потом да гламурный галстук учился завязывать минут 15 никто меня еще никогда не видел в галстуке вот этот исторический момент молоко так хорошо молоко то полезно и полезно не только для мышц а полезно еще и для костей потому что вот ни один патологоанатом рассказывал те кто любили молоко пить еще у них очень крепкие кости бывает сверлишь зубы человеку или переломаешь какую-то косточку она ни хрена не ломается можно уверенно сказать что человек любил пить молоко вот пить молоко только если молоко вы не любите то ничего полезного она вам не принесет молоко творог это очень хорошо то есть один два стакана молока в день кальция у вас будет хватать или же творога граммов 30 50 и кальция у вас будут хватать тема конференции не знаю что у тебя притапливает или тут вы провайдер наверно твой провайдер итак насчет тренажерного зала вопросов нет поэтому я буду вам рассказывать что делать в зале самое главное правило запомните если кто-то из вас когда-нибудь если есть здесь тренера или те кто хотят стать тренерами или инструкторы самый лучший тренер это тот который не дает советов когда у него об этом не спрашивают ну да самый лучший тренер если вы хотите помочь своему товарищу вы видите что он неправильно что-то делает то не надо подходить к нему и говорить что на самом деле надо делать не так она делать по-другому вы лучше если очень хотите ему помочь подойдите после тренировки спросите чего он делает и зачем и как и обменяйтесь полезной информации потому что это очень сильно раздражает никогда не переступайте через штангу через штангу приступать это плохая примета тяжелоатлеты знают лифтеры тоже знают те кто не знают услышали теперь вы тоже знаете вот еще если вы видите человека который выполняет какое-то упражнение и подходите к ним с каким-то тупым вопросом или просто вопросом или с умным вопросом подождите пока он закончит это упражнение и задавайте ему этот вопрос потому что по личному опыту знаю когда я выполняю какое-то упражнение тяжелое или просто упражнение они там практически все тяжелая когда вы находитесь в таком сильном напряге и какой-то молодец задает вам вопрос а что докачает хочется его чем-то стукнуть очень тяжелым и очень резиновым тяжелым чтобы наверняка резиновым чтобы не убить вот поэтому если вы хотите задать щелку вопрос подождите пока он закончит упражнение а потом задавайте ему вопросы что это качает в общем и так далее хотя сраженом зале лучше никому не доставать такими вопросами потому что они некоторых людей очень сильно раздражают особенно те которых которые их слышат каждый день как лучше заниматься делать несколько подходов чередовать например руки ноги пресс и т.п. чередуй чередуй да правильно делаешь заказывай программу тренировок вот сделал как сделали все кто-то сделали и все будет понятно для восстановления питания должно быть правильным при правильном питании организм работают правильно восстанавливаться тоже правильно можно или иметь красивую фигуру благодаря отжиманиям подтягиваниям приседаниям наклоном на пресс redball 96 вопрос очень умный на него я много раз уж отвечал зайди на мою страницу вконтакт открой там альбом смотри фотки которые были добавлены которые были добавлены с полгода назад так вот то что там увидишь это все было сделано домашних условиях при наличии перекладины турника в общем отжиманий приседаний и вот и все поэтому ответ на твой вопрос но если конечно считаешь посмотри на фигуру потому что красота это понять растяжимое если считаешь красивым и это тебе подходит значит ответ на твой вопрос можно можно еще как хотя можно было сделать намного лучше чем я сделал получилось так как глубоко нужно приседать со штангой многие лифтеры атлеты говорят что со штангой надо приседать на полуприсед то есть чтобы бедро у вас было параллельно полу и ниже потому что по их мнению может быть по опыту вылетает колени вы вылетают в общем и мениски с коленей то есть колени травмируются при полном приседе они так считают не менее другое я еще никогда не видел человека у которого вылетает колени более того опасаться это нужно этого нужно если вы приседаете с весом ну например килограммов так вот 200 и выше если у вас повторений подходе до 10 тогда этого можно опасаться если будет если 10 и больше тогда не парьтесь по этому поводу ничего вас не вылетит можно приседать приседать можно на полный присед я таки делаю приседаю на полный присед и полуприсед меня просто он раздражает поэтому те кто тренируется по моим программам я рекомендую приседать до конца потому что число повторений более 10 более 12 как правило поэтому приседать то есть никакой угрозы вашим коленем не будет при таких тренировкам есть конечно молодцы которые там прочитали всяких умных книжек и ходят свой совет раздают том числе насчет коленей никто их об этом не просит они идут и в общем рассказывал посылайте куда-то этих молодцов и можете их не слушать вообще еще если вы когда вы приходите в тренажерный зал большинство людей когда приходят в зал выбирают самого здорового парня и подходит к нему спрашивают что и как так вот если вы приходите в тренажерный зал видите там самого здорового качка квадратного 2 на 2 то внимательно на него посмотрите никогда к нему не подходите пойти в подойдите лучше специалисту сколько надо минимум выпивать воды перед и после приема пищи стакан минимум приветствую скажешь об уличном фитнесе брусья турник видел или видео парни с днепропетровска какого-то дениса видел много видео по вообще они называют денис минина лично не знаком но скорее всего то его видео я видел это хорошо это намного лучше чем ничего плохо то что это хотят превратить вид спорта может быть даже уже превратили хорошо хорошо в том плане что люди не пьют под забором всякие пиво водку и так далее идут тренироваться плохо то что это все плохо систематизировано то есть те результаты которых они достигают можно реально достигнуть несколько раз быстрее и еще что плохо так это то что там нагрузка на верхнюю половину на верхнюю часть тела то есть ноги там не работают трапеции там работают слабовато вот вот это не есть хорошо а в общем молодцы молодцы хлопцы работают и отлично михаил что думаешь о денисе если ты его знаешь конечно не знаю это плохо если пища не разнообразная конечно плохо пища должна быть разнообразной как на тренировать такие мышцы как у тебя легко заказываю программу тренировки питания индивидуально на тренируем твои мышцы как я как я быть очень легко также легко стать лучше чем я я просто очень ленивый мне этого достаточно таким я и в общем являюсь недавно я перешел в тренажерный зал после отжимания приседаний но потихоньку результаты растут прорыв на каждой тренировке и что что будет дальше увидите шикарный галстук спасибо галстук галстук наверно шикарный не видео на спину обещал таки не сделал подник что тебе обещал какое видео на спину если обещал значит сделаю насчет сроков ну ты уж подожди подождешь чувством не случится программ тренировок заказывай и будут тренирующим упражнения не только на спину на все тело и вообще не зацикливайтесь на какую-то из частей тела потому что тренировать необходимо все тело если вы вот видел я одного мальчика у него руки развиты хорошо бицепс и трицепс у него накачаны нога у него очень архитичном состоянии то есть окружность бицепса ну немножко тоньше чем окружность его бедра то есть руки вроде бы здоровая но если реально застранить его машина в каком-то болоте у него не вытолкает не вытолкает ну фигня и с виду это смотрится как какой-то дефект я уже много раз он говорил поэтому тренировать необходимо все тело что за внешний вид такой такой внешний вид у нас этикет у нас роженом зале сегодня тему внешний вид соответствующий галстук надел бросил курить почистить организм особенно легкие тренироваться надо правильно заказываю программу тренировок и питания тебе питаться тренироваться надо правильно когда организм у человека правильно питается тренируется все лишнее с него просто уходит единственно что это нужно правильно подобрать потому что всем одно и то же не подойдет потому что все мы разные цели разные тоже иногда конечно бывают парадоксы что одному человеку подошло другой человек вроде бы внешне отличается тоже цели у него разные но тоже подходит ну это бывает очень редко поэтому в общем лишний риск тут не уместен влияет ли статика изометрика на сердце и давление влияет запомни влияет все на все влияет даже кот пробежал у тебя по крыше это уже на все повлияло не знаю кто там говно пиво женская гормона чистого видео и вообще сколько лет ты так накачался как я накачался шураве как я накачался я бы не сказал что я такой прям накачанный я просто в хорошей физической форме очень быстро это можно сделать зависимости от того в каком-то состоянии находишься полгода год вполне достаточно мне в свое время понадобилось полгода полгода это было чем в детстве в детстве детей мышцы растут очень быстро с тех пор я просто форме вот и все сколько раз нужно повторять чего не ри сколько раз надо повторять неприятное чтобы стало неотъемлемой привычкой жизни не знаю задаю вопрос вадиму шлахтеру сколько раз но если тебе интересно мое мнение то сколько ты не делай эту неприятность по моему опыту если он тебе отвратительно сейчас это его делаешь каждый день то нас становится еще более отвратительным и более неприятным поэтому сделай так чтобы тебе это было приятно сделать так чтобы ты от этого получал кайф когда ты будешь получать от этого кайф тогда это будет приятно тогда это принесет результат тогда и это войдет в привычку тебе не придется себя напрягать чтобы это все делать на выпрямление спины программу купил, а, на выпрямление спины, что-то на выпрямление спины, ну ты напиши мне по скайпу, позвони мне, выровняй спину твою. Причина большинства болезней, идиотизм, ручник, вот и есть причина большинства болезней. Когда человек на ручнике, он неправильно питается, неправильно тренируется, думает о всякой фигне, и поэтому отсутствие позитива и присутствие ручника – вот это и есть причина болезней всех, абсолютно всех болезней, которые есть и которые еще будут. Потому что если человек на ручнике, то ему ничего не хочется делать, он делает только то, что он вынужден делать, что его заставляют делать. Он постоянно в плохом настроении, у него постоянно апатия, и на такого человека, если не упал кирпич, то его собьет машина. Если его не сбила машина, то его переедет трамвай и намотает его кишки на колеса. Если и этого не случилось, ну что-то случится по-любому, потому что есть такое понятие, как «ходячее несчастье», в общем, «ходячая проблема». Вот если человек является ходячей проблемой, то у него вечно какие-то проблемы, а таких людей много. поэтому необходимо сняться с ручника, и все болезни пройдут. Так, как выразить спину? Не быть сутулым, ждем с терпением. Сделаем видео. Точно не скажу, когда, но сделаем. Сделаем спину, не будете сутулым, будете все ровные, как березы. Судя по твоему голосу, ты вчера чего закаливался? Нет, не закаливался вчера. Не знаю, что с моим голосом, голос как голос. Выложу ВКонтакте конференцию, есть такой замечательный парень Иван Иванов, ВКонтакте он так написан, он обычно выкладывает конференции мои, так что Иван, ждем тебя, выкладывай конференцию мою. Заранее спасибо. Знакомишься с девушками на тренировках? На тренировками. Смотря с кем, а зачем. С девушками можно познакомиться в любом месте. Можно на тренировках, можно не на тренировках. Скажу тебе из личного опыта, если в фильмах там пишут, вернее не пишут, а показывают, что на фитнес ходят, в тренажерный зал ходят такие всем красавицы, там прям богини и так далее. Это все миф. На самом деле, понимаешь, большинство из тех, кто ходит в тренажерный зал, как правило, ходят туда именно потому, что у них какая-то проблема. То есть, у них огромная задница или огромные бока, там что-то еще. Какие-то у них дефекты. Они эту проблему убирают частично или полностью и сразу же уходят. Они потом не ходят. Поэтому, как правило, в тренажерном зале привлекательных особей женского пола мало, к сожалению, мало. Хотелось бы, чтобы было больше. Но что есть, то есть. И вообще, я прихожу в тренажерный зал для того, чтобы тренироваться. Кто там возле меня, кто там по бокам, я не смотрю, сколько времени нужно отдыхать между подходами. Смотри, какая у тебя тренировка. Это зависит от того, какая у тебя тренировка, какая у тебя цель. У меня есть проблема с дыхалкой, как ее увеличить? Кого увеличить? Проблему? Зачем тебе увеличить проблему? Если ты хочешь увеличить проблему с дыхалкой, сложный вопрос. Не знаю. Знаю, как уменьшить и уничтожить эту проблему с дыхалкой. Можешь начать курить по три пачки в день. Тогда увеличишь проблему с дыхалкой очень сильно. Я так предполагаю. На себе не проверял, но по-моему должно помочь. Что из бел... Ребят, пожалуйста, пишите без ошибок, если можно. Ну, хотя бы буквы там не путайте, не пропускайте. Очень большая просьба. Белковой пищи ты употребляешь в основном. Рейбу употребляю в основном. Иногда мясо. Что еще я употребляю? Ну, орехи иногда. Что еще? Морепродукты всякие. Вот. Под дыхалку, например, сил не хватает, нам много отжиманий. Но дыхание. Выдерживаю только 25. Очень уж плохая дыхалка. Бегай. Бегай и выпрыгивай с глубокого приседа. Прыгай на скакалке. Занимаюсь по твоей программе, не получается отжиматься на руках. На руках ты имеешь ввиду вертикально, стоя вверх, ногами вверх. У многих не получается. У меня тоже не получалось. Смотри, ты когда становишься к стенке, становись к стенке спиной, ты уже устал, получилось хорошо. Дальше. Делаешь, немножко сгибаешь руки, то есть до того предела, чтобы ты смог их разогнуть. И делаешь таких несколько усилий. Несколько усилий делаешь, и с каждой тренировкой ты увеличиваешь амплитуду, увеличиваешь сгибаемость локтя. И пройдет пару недель. Обычно проходит пару недель, иногда даже меньше. И человек может сделать чисто один-два раза легко. Делать то же самое. Сможешь научиться. Все мы не умели ходить, научились. Все мы не умели ездить до велики, научились. Ты должен научиться. Сколько времени нужно отдыхать между подходами. А, видел вопрос. Как избавиться от хруста? Это что такое? Хруст костей. Как избавиться от хруста каких костей? Как они хрустят? Они хрустят, потому что ты ими хрустишь? Или они хрустят, потому что сами хрустят? Непонятно. Разминая кости. Чаще разминая кости, не будут хрустеть. Если они хрустят на тренировке, это нормально. Так должно быть. Цель развить выносливость. Сколько нужно отдыхать между подходами? Секунд 30. 30, если приседаешь или выпрыгиваешь, с ногами что-то делаешь. 60, не более. Главное – дыши. Очень глубоко дыши. И задерживай дыхание на 2 секунды, когда дышишь. Смотри. Дыши. Ты сидишь, не стоишь. Сделал подход и делаешь очень глубокий вдох. Задержал дыхание на пару секунд вот в этом месте. У тебя должно быть такое состояние, вроде у тебя легкие растягиваются. Когда они доходят до предела, они начинают растягиваться. То есть, такое состояние, будто уже некуда воздух вдыхать, и ты еще хочешь вдохнуть с пол-литра воздуха. Вот. И вдыхай носом. Носом вдыхай и резко выдыхай. Вот таких 5-7 подходов, 5-7 глубоких вдохов и выдохов, как правило, помогают восстановить дыхалку. Надо больше – сделай больше. Дышать – это один из важнейших аспектов, касающихся выносливости. Чтобы быть выносливым, нужно, в первую очередь, настроить дыхательный аппарат. Потому что, если вы плохо дышите, то вы быстро устаете. Если вы хорошо дышите, вы долго не устаете. Вот такая вот простая штука. Биологические добавки. Ваше мнение. Спрашивали мне мнение неделю назад. Еще две недели. Подождите. Тогда выложу свое мнение в биводобавках. Смысл качать игры, стоя в наклоне. Если тебе нравится качать игры, стоя в наклоне, то качай. Я не люблю это упражнение, оно меня раздражает. Во-первых, там на пояснице нагрузка немаленькая. Во-вторых, оно меня просто раздражает. Поэтому, если оно тебя не раздражает, то делай. Лучше всего возьми в руки штангу и встань на какую-то возвышенность и опускай и поднимай пятки. Вот и все. Так тренируются игры. И укрепятся другие части тела, которые очень важны. Как развить количество в турнике и отжиманиях? Кто частенько падает? Видимо, зависит от настроения, поскольку наращивать. Это еще зависит от твоего питания. Тебе нужно правильно питаться. И когда делаешь подтягивания, то делай их максимально быстро. Так вроде тебе надо вложиться в единицу времени сделать максимально большое количество раз. Поэтому максимально быстро подтягивайся, научишься. и цепляй на себя вес. Как-то сможешь сделать без веса более 12 раз в подходе. Цепляй на себя вес и делай с весом. Для укрепления пальцев и запястья эффективно. Не знаю, эффективно, неэффективно, но меня оно раздражает. Видел людей, которые делают эти упражнения. Но пальцы у них не особо сильные. А уж все, возьми эспандер и сжимай его. Пальцы будут крепче. Только, опять же, это тема индивидуального тренинга. По пальцам. Потому что пальцы бывают разные. Разные дефективности. И укреплять их тоже можно по-разному. Меси тесто пальцами. Тогда у тебя будут мощные пальцы. Меси тесто. И это будет круто. Отжимание на пальцах для укрепления пальцев. Блин. Какий даже вопрос. Как ощущать превосходство над другими, сохранять мышечный ньютонс за залом? Непонятно. Не понял вопрос. Уточню вопрос. Насчет Лос-Анджелеса. Там горел. Там бывал. Если быть честным, ты довольно быстро мог бы развить свой бизнес, если не был. Ты постарайся съездить. Да, в Лос-Анджелесе собираюсь ехать. Меня еще в прошлом году приглашали. Но я не поехал. Лень не стала. Не поехал. В этом году поеду. Насчет того, что мог бы я себе там развить, согласен. Есть у меня уже люди, которые в этом заинтересованы. Поэтому поеду. Через пару месяцев поеду в Лос-Анджелес. Буду проводить конференции оттуда. Учен английский язык. Может быть, еще на английском языке буду проводить вебинары. И разговаривать буду и так далее. Будем ставить на путь истинный американскую нацию. Приобрел штангу и гантели можно совмещать. Так, конечно. Напиши мне. Приобрел штангу. Напиши мне лично. Я немножко изменю твою программу. Бесплатно. Сделаем. Мариновые продукты можно. Можно. Делать количество раз до последней изнимоготы. Нет. До последней изнимоготы не обязательно. На 90% делай. И нормально будет. Можете будут расти. Потому что, как бы, не появилось у тебя отвращение к тренировкам. Потому что, если будешь делать иду не изнимоготы, то очень вероятно, что появится у тебя отвращение. Фанатеешь ты от турников? Любишь смотреть на турники? Ну, это нормально. Смотри на турники. У каждого свои какие-то увлечения, фанатения. Любишь смотреть на турники? Смотри. Я не против. Стоит ли совмещать растительные и живые белки? Фасоль, курица? Нет, не стоит. Бобовое и мясо. Мясо – это несовместимая штука. Не стоит совмещать. Насчет хруста костей, когда двигаюсь или что делаю, кости сами иногда хрустят. Может, нужно… Зачем? Ну, хрустят. Хрустят я тоже часто. В общем, разгибаюсь и поворачиваюсь, что-то хрустит. Ну, похрустил и похрустил. Ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы у тебя не стало это привычкой. Хрустять и хрустеть. Потому что если ты становишься привычкой, то ты не есть хорошо. Нанесешь вред своим суставом. А то, что само хрустит, то пусть хрустит, то не страшно. Разминая. Все нормально. Творог после тренингов хорошо помогает набрать мышечную массу. Творог хорошо, если ты его любишь. Если ты его хочешь. Если ты не хочешь творог, то это нехорошо. Вообще, после тренировок творог – это хорошо. Каким способом изучаешь английский? Очень простым. Я в прошлом году еще начал его изучать. Месяца три его учил. И потом я его немножко забросил. У меня есть один знакомый, который учил язык. Английский язык еще стал… В общем, как под стол пешком начал ходить, так и начал учить английский язык еще из детского сада. Я, в общем, учил его в школе и углублено в институте. Тоже углубленно. То есть, любой текст может перевести в совершенстве. И Яцек, то есть, я вообще ненавидел его в школе этот английский язык и считал, что это очень тупо – учить его по книжкам. Как это можно учить, разговаривать по книжкам? Ну, бред. Полнейший бред, по-моему. Ну, вот я его не учил, и мой словарный запас был максимум слов 50. И то 20, наверное, потолок. За три месяца сдвинулся очень прилично. Могу смотреть английские, вернее, американские фильмы без перевода легко. Понятно, что о чем рассказывают, какие шутки говорят и так далее. Ну, разве что, если какой-то профессор медицинских наук начнет что-то изъяснять по своей терминологии, наверное, буду путаться, будет непонятно. А так вообще все понятно. Как изучить английский язык – легко. А лучше всего общаться с носителями этого языка. Я смотрел фильмы, слушал аудио-ролики, есть аудио-уроки специальные такие. Ты их слушаешь, и все хорошо. И фильмы смотрел. Смотри фильмы без перевода, в оригинале. Это самый интересный способ, то есть тот, который мне понравился. Есть, конечно, масса других способов хороших, я не спорю, но я выбрал такое. Вот сейчас я просто смотрю фильмы, то есть мне это не влом, мне это нравится. Смотрю фильмы, в общем, без перевода на английском языке и американские. И углубляю свои знания в английском языке. И также общаюсь с некоторыми носителями языка, с коренными жителями, вернее, не с индейцами, в общем, вы меня поняли. С тем, кто живет в Штатах, кто там родился. Как вы учите язык быстро? Так, как Шлахтер рассказывал. Можно так, как Шлахтер рассказывал? Я просто, когда учил английский язык, я еще не слышал, как рассказывал Шлахтер. Поэтому я выбрал наиболее простой способ. То есть, ребенок, когда рождается, что он делает? Он сначала учится, он учится сначала понимать. Правильно, да? Потом учится говорить. Потом уже он идет учиться писать. Вот. И читать, читать и писать. Что происходит у нас в школе, когда мы изучаем иностранный язык? Мы приходим, сразу нас учат читать и писать. А потом уже говорить. Фигня полная. Потому что, можете посмотреть, как оно на самом деле на практике происходит. Учат люди этот язык по 20, наверное, по 10 лет, по 8. И толком ни хрена не понимают. Так вот. Насчет этого моего товарища, знакомого, который учил английский всю жизнь в углубленном варианте. Вот. Он может перевести в совершенно любой текст. В совершенстве это все знает. Но ему включить фильм без перевода, он ни хрена не поймет. Может быть, процентов 20. Вот. Он всю жизнь учил английский язык. А Яцик три месяца напрягся и понимает лучше его. Несколько раз. Поэтому язык выучить просто. Любой. Берете и учите. Так. Немножко отклонились от темы. Некоторая пища содержит в себе чего. Не увидел вопрос. Извини. Насчет бизнес-плана. Если хорошо сделан, то в Калифорнии можешь благодаря своей методе быстро выбиться в мультимиллионера. Ну, я еще не ставил такую цель себе выбиться в мультимиллионера. Ну, получу я свой мультимиллион, мультимиллиард. И что с ним буду делать? Нафига мне нужен? Куплю я себе какой-то самолет-мерседес? То нахрен мне нужен этот самолет-мерседес? Ну, если мне нужен будет самолет-мерседес, тогда я найду миллион-миллиард. И что там надо? И куплю его. Цель у меня немножко другого. Когда думаешь о тренировках, все время это хорошо или плохо? Есть ли это плохо? Как с ним, брат? Смотри, как ты думаешь. Если думаешь, блин, на тренировку надо будет идти. Как она меня достала? Как я ненавижу на тренировку? То это плохо. Если думаешь, ух ты, блин, побыстрее бы на тренировку. Я так хочу на тренировку. Так хочу, так хочу, так классно. Если второй вариант, то думай почаще. Если первый вариант, то забудь, не думай. А вообще сделай так, чтобы тренировки тебе приносили удовольствие. Вот. Так, иногда я чувствую потребность в этом. Не знаю, в чем ты чувствуешь потребность. Так. Да, кстати, фильм... Без перевода намного интереснее смотреть. Потому что когда фильм переводят на другой язык, получается эмоции всякие. В общем, теряется все. Если, например, взять фильм... Кто видел фильм «12», вот в переводе, это просто другой фильм придется снимать, если его переводить. С русским субтитрами или без? Лучше смотри. С русскими и с английскими. С двумя. Когда думаешь о тренировках, это все время хорошо или плохо бороться. Какая-то варись. Видно, что мышцы растут слоном. Нет, слоном не стану, не переживай. Кем-кем, но слоном точно не стану. Потому что у меня защита от ослонения стоит. Такая специальная программа. Не стану, видишь. Там даже группа целая толстых людей, и они этим гордятся. О, в Лос-Анджелесе. Да, есть такие идиоты. Есть даже у нас такие группы. Есть такие специальные журналы для толстых людей. Есть специальные магазины для толстых людей. И там они этим гордятся. Какие они все молодцы и так далее. О, что на самом деле все дерьмо. Надо быть таким дерьмом, как они. И, в общем, меня приглашали в один из таких журналов пофотографироваться для них. Я им предложил всем стать не толстыми, а подтянутыми в хорошей физической форме. Они считают, что это невозможно. Я говорю, да это легко. Они говорят, нет, невозможно. Мы уже все исследовали, все перепробовали. Я говорю, блин, там у меня каждый день. В общем, люди обращаются, люди меняются. Письма благодарственные пишут и так далее. Говорят, нет, невозможно, невозможно. Ну, дурь из башки надо выбивать. Вот и все. Вот и самое сложное – выбить дурь из башки у человека. То, что касается тренировочных процессов, тренерских профессионализма в плане физических тренировок, физических нагрузок – это, на самом деле, самое простое. Самое сложное – это выбить дурь из башки. Вот это самое сложное. Лос-Анджелес, к тому же, обычно тренируется. Привлекательный мусор женского пола Джеймс Джефферсон. Ну, не знаю, я еще не был в Лос-Анджелесе в тренажерных залах. Когда побываю, тогда соглашусь или не соглашусь. Если оно так, то это хорошо. Я очень рад с них. Хотя мне рассказывали, что там, в основном, или, в общем, ходят толстые ходячие корочка, или потянутые классные в хорошей физической форме. Такие парадоксы. То есть, чтобы накачать мышцы побольше, нужно побольше кушать, и чтобы поддерживать пресс много нежелательно, как быть. На самом деле, ты бред написал, потому что ты бред где-то прочитал. Не слушай этот бред, и все будет у тебя хорошо. Чтобы накачать мышцы, и чтобы что там еще, поддерживать пресс, нужно правильно питаться. Будешь правильно питаться, и у тебя будет все хорошо. Обжираться. Обжорство – это, во-первых, тяжкий грех по всем религиям. Это для тех, кто верит. Кто не верит, то обжорство – это всё равно плохо. Денег много стоит. В общем, много денег потратите на еду. Когда моя книга выйдет? Точно скажу, я, кстати, начал уже работать над своей книгой. Она будет ещё в бумажном варианте, будет в электронном варианте. Скорее всего, она будет бесплатной. Но бумажный вариант, конечно, будет стоить денег, потому что распечатать её и просто так раздать людям – это глупо. А электронный вариант, скорее всего, будет свободный. Свободный будет. Что лучше делать? Много подходов, малых с весом, на бицепс или весом? Лучше побольше. Смотря, какая цель у тебя. Цель какая у тебя? Скажи мне, какая у тебя цель, я тебе скажу, что лучше делать. Бумажный копиш. Хорошо, пришлём. Как будто просит нагрузки. Даже если сегодня уже тренировался, нормально. Но если просят нагрузки, дай им нагрузку. Скорее всего, они просят нагрузки, потому что ты им дал слабоватую нагрузку. Если ты им дашь хорошую нагрузку, то они добавки просить не будут. По этикету. По этикету вопрос ещё есть. Пресс продемонстрировать прямо сейчас. А кто просит? Зачем тебе пресс демонстрировать прямо сейчас? Ты будешь любоваться моим прессом и восхищаться им? Но если бы ты был женщиной, я бы, может быть, тебе показал, если бы она меня очень сильно попросила бы. А так зачем? Можешь фотографии мои посмотреть и видеть мой пресс. Хотя, если тебе очень сильно хочется, то мне не жалко. Смотри. Увидел во всех ракурсах. Увидел, что не фотошоп. Тема конференции «Этикет в тренажерном зале». По этикету, если вопросы есть, если вы хотите, чтобы вас никогда не считали за идиота в зале, если вы хотите, чтобы вас не принимали за дебила в зале, если вы хотите, чтобы вас не били ничем тяжёлым и резиновым, то лучше знать элементарный, элементарный этикет в тренажерном зале. Поэтому задавайте вопросы, пока я ещё здесь. Ещё 10 минут я был тут. Это не сильно повредит эрганизму, если дома и питаясь так, как нужно, с друзьями, ем всё подряд. Ты, главное, сочетай правильно. Сочетай правильно продукты. Всё подряд. Да я, наверное, всё время ем всё подряд, просто я их правильно сочетаю. Вот и всё. Ну, меня ты велел, даже пресса сейчас показал. Если не успел посмотреть, посмотришь запись конференции. Есть хоть какие-нибудь полезные травки, чтобы заварить и пить вместо чая? Для очищения я. Для очищения, смотри, травки – это, конечно, всё хорошо, всё замечательно, но в первую очередь необходимо делать то, что важнее всего. Необходимо разделять белки и углеводы. Необходимо очистить организм от дерьма, потому что, понимаешь, любая травка, любой какой-то суперочистительный чай, он не сможет всё это выгнать. Ну, он сможет повысить эффективность на 5, ну, максимум на 10%, всё. Основную часть приходится делать за счёт правильных тренировок и правильного питания. Поэтому обращайся, программу тренировок заказывай, сделаем тебе. Очистим организм. Будешь, в общем, чистый и красивый, и ровный, как берёза. Спасибо, спасибо. Пресс как пресс. Честно говоря, насчёт пресса, меня всегда меньше всего волновало эту тему. Ну, а потом мне говорят, покажи пресс, покажи пресс, покажи пресс. Смотрите, он говорит, о, какой пресс. Ну, пресс как пресс. То есть, это не то, на чём стоит зацепливаться. То есть, если у вас всё хорошо, то у вас пресс тоже хороший. Если у вас всё плохо, то у вас пресс, колесиво, он не очень хороший. Какой этикет ты имеешь в виду, например? Ну, я уже объяснил. Просто сейчас я всего не могу вспомнить. Если мне спросить, я отвечу. Например, не задавай идиотских вопросов и просто вопрос, когда человек что-то делает, если он выполняет какое-то упражнение. Потому что, будь уверен, ему хочется тебя стукнуть именно в этот момент. Именно за то, что ты ему задал этот вопрос. Вот. Да, всегда. Всегда разбирайте за собой штангу. Всегда убирайте после себя, в общем, там всякие скамейки, лавочки, гантели и так далее. Ложите их на место. Потому что приходят другие люди, тренироваться хотят тоже. А им, в общем, убирать за вами не очень-то хочется. Когда лучше тренироваться утром или вечером? Привык с утра. Это не очень вредно. Нет, не вредно. Я, как правило, тренируюсь. Ну, у меня это утро. Просто у всех утра наступают, у большинства людей там, в 7, в 6, в 8, у меня утро наступает после 12. То я просыпаюсь и сразу еду на тренировку. Лучше всего с утра. Утром отстрелялся и свободен. Что касается по вреду для организма, да и не страшно это. Тренируйся, когда есть время, когда не в лом. Ну, конечно, если у тебя очень тяжелые нагрузки, то лучше дать организму возможность проснуться. Тут еще есть ряд интересно важных факторов. Если ты, допустим, у тебя какая-то работа важная, у тебя много будет бегать дней, у тебя нужно будет договориться с людьми, там, бегать, в общем, что-то делать, какие-то вопросы решать, ты к вечеру, может быть, уже устанешь, и тебе ничего не захочется делать. А утром, то я отстрелялся, все. То есть, для себя ты все выполнил, но остальное фигня. Остальное и так сделаешь. Чем можно заменить прески с закалкой? Нет места, где прыгать. Выпрыгиваясь с глубокого приседа. Это будет интереснее и лучше. Место, ну, один квадратный метр, я думаю, ты найдешь. Вот. Что лучше делать для рельефа мышц? Тренироваться правильно. По индивидуальной программе тренировок. И питаться правильно тоже. Вот это лучше всего. Потому что, если у тебя мышцы, как у меня, мизинец, то нужно их вырастить. Вырастить и придать им необходимую форму. Но лучше всего делать это одновременно. То есть, большинство этих бодибилдеров, качков и так далее. Сначала становятся слонами, потом у них происходит... В общем, они похожи на полный отстой. И... В общем, заплывают жиром, салом, говном и так далее. В таком состоянии они находятся один-два года. Иногда пять и больше. Вот. Потом у них процесс сушки. Они сушатся и, в общем, придают форму всякую своим мышцам. Но лучше всего это сделать сразу. То есть, сразу согнать всё дерьмо. Сделать так, чтобы человек более-менее нормально выглядел. Потом постепенно он будет совершенствоваться. И будет намного здоровее. Спасибо. Конфа. Супер. Хорошо, если супер. Каким способом удаляешь лишние волосы из туловища? Да никаким способом не удаляем. Что выросло, то выросло. Что не выросло, то не выросло. А зачем удалять лишние волосы из туловища? Ну, если растут, то пускай растут. Смотрящий в каких местах? Что делать? Может, кости маленькие из-за этого? Учего? Как увеличить вес? Вроде делая питание. Растёт. Напиши мне. В индивидуальном порядке. Пересмотрим твою проблему. Насчёт веса. Часто бывает такое, что человек хочет набрать вес. Он приходит ко мне и говорит, хочу набрать вес. Я спрашиваю, какой вес? Ты хочешь набрать дерьма и сало? Или мышечную массу? Он говорит, мышечную массу. Хорошо. Я выпишу программу. Тренировка питания. Он это всё делает. Как правило, в первые пару месяцев наблюдается картина следующая. Вес он теряет. Теряет почему? То есть, мышечную массу он набирает. Но у него, да у каждого человека, почти у каждого нетренированного человека, есть лишнее дерьмо, есть лишнее сало. Это всё уходит, и вес, естественно, падает. Но мышцы начинают расти с самого начала. Поэтому, когда уйдёт весь балласт, когда уплывёт всё лишнее, мышцы будут расти, как и раньше, и постепенно вес увеличится. И увеличится не только вес. Вы сами увидите изменения в зеркале, и изменитесь. Самочувствие у вас изменится. Будет всё хорошо. Поэтому это вообще насчёт веса. Не заморачивайтесь вы насчёт этого и веса. Главное – это как вы выглядите, как вы себя чувствуете, и что вы умеете. Вот, за пределами зала. Вот это главное. А то, сколько весы показывают, когда вы на них стоите, это полная фигня. Никто же у вас… Вы же не ходите, в общем, на весах. Вы же не стоите постоянно на весах. У вас же нету встроенных весов там в ботинки. Поэтому пофиг, какой у вас вес, когда качаешься. Зачем нужна растяжка, когда качаешься? Чтобы растянуться. Если не хочешь садиться на шпагат, то она тебе не нужна. В некоторых случаях это может ускорить процесс роста мышц. Долгое время всякими умниками считалось, что растяжка, наоборот, вредит. То есть, плохо влияет на рост мышц, тормозит процесс накачки. На самом деле, всё с точностью до наоборот. Точностью, наоборот, помогает. Только растяжку можешь всё делать в конце тренировки. Можно ли рельефный пресс считать показателем правильного тренинга и правильного питания? Теоретически, да. Но практически не всегда. Если человек правильно тренировался, правильно питался, то можно считать результатом. Если он нажрался каких-то жиросжигателей, каких-то там препаратов, которые высушили его печень и, в общем, вместе с тем и ещё что-то, то ничего правильного нет. То есть, если человек ничего не жрал лишнего, и тренировался правильно, то можно считать результатом. Как ты относишься к какао? Есть в нём польза? Не люблю. Не люблю ни кофе, не люблю какао, не люблю шоколад. Шоколад чёрный не люблю. Как наше, но никак не люблю его. Вот и всё. Заплывают жиром бока. Если у тебя заплывают жиром бока, значит, ты много ешь. Если у тебя заплывают жиры, жиром бока, даже с моим питанием, значит, ты неправильно питаешься, значит, ты обжираешься, значит, ты неправильно тренируешься. Ты напиши мне мой с тобой в индивидуальном порядке вопрос. Рассмотрим. Здоров ты, скорее всего, наломал. Когда правильно начинаешь голодать утром или вечером? Утром, начинай голодать утром. Если тебе тяжело голодать весь день, голодай полдня. Бери вторую половину дня, во второй половине дня голодай. Главное ложиться спать голодным, пей воду. Вилотренажер полезен, смотря для чего. Вообще, хорошая штука. То есть, лучше, чем какой-то там арбитреки, беговая дорожка. Ну, и велосипеде, педали можешь покрутить. Хотя лучше на настоящем велосипеде покатайся. А еще лучше попрыгивай из глубокого пресета. Это намного полезнее, поверь. Сколько бегать нужно примерно, чтобы согнать 20-29 дроссала? Это дело даже не в беге. Дело в питании. Если ты будешь бегать, сколько бы ты ни бегал, будешь есть по три ведра каждый день, и еще неправильно это все совмещать, то поможет, может быть, немножко поможет, а может, скорее всего, не поможет. Потому что, вот, я не помню, когда я по сей день разбегал. Наверное, где-то полгода назад. Я могу, в общем, в любом момент сорваться, пробежать 30 километров без проблем. Вот, и, то есть, пресс-то мой видел. Дело не в беге. Спасибо за конференцию познавателя. Пожалуйста, за конференцию. Итак, время и стекло. Конференция подошла к концу. Я рад, что вы посетили мою конференцию. Конец связи.